Гитарный мастер-класс Это, прежде всего, чат, который у нас с вами есть Это для ваших, например, каких-то возможных вопросов Так, сейчас я его у себя тоже запущу Чтобы мне было тоже удобно Так, я почти вошел Так, все, я теперь тоже с вами Сейчас должен появиться звук Сейчас должен появиться звук Слышно? Всем слышно? Сейчас я попрошу у вас, чтобы вы написали, слышно ли сейчас звука И мы тогда начнем Есть звук? Все, поехали Значит, итак, меня зовут Николай Соколов Я играю на электрогитаре А также для вас сегодня буду играть на акустике Какие-то интересные композиции Я, прежде всего, буду для вас показывать Как играть на этом инструменте То есть, какие нужно делать начальные упражнения С чего начинать, как ее убрать То есть, как держать медиатор Какие основные упражнения для левой руки Для правой руки Как заниматься подметроном Работа с ритмом И много-много другое Также я для вас буду не только не просто говорить Но также еще буду играть На этом моем любимом инструменте Буду играть как свои композиции Так и чужие ковера Итак, значит, с чего мы начнем? Ну, для начала Так как это у нас мастер-класс по электрогитаре Для начала давайте я познакомлю вас с инструментом И на ней сыграю для вас небольшую композицию И этой композицией мы с вами начнем этот мастер-класс Готовы? Так, сейчас я запущу В этот момент я только микрофон отключаю Я приготовил свою ножку Тут только что была здесь Ага, все, вижу ее На время игры я буду отключать микрофон Чтобы он нам не мешал Итак, поехали Итак, это была композиция Доброе утро, Good Morning Из моего второго альбома Итак, теперь начнем с вами Конкретно заниматься задачами В сегодняшнем мастер-классе И начнем мы с вами с постановки гитары Значит, как правило Гитару мы будем держать несколькими способами Один способ у нас будет стандартный Точнее, они оба будут стандартны Но здесь кто-то держит так, кто-то держит по-другому Я поясню, для чего мы будем держать Первым способом и вторым способом Значит, первый способ игры Это классическая постановка От классической гитары Когда мы держим на левой руке Вторая постановка Это на правой ноге И та, и другая постановка верная Просто чем они отличаются друг от друга В классической постановке Когда мы играем У нас с вами первая Левая рука Она достаточно свободно зажимает гриф То есть у вас нету вот этого перегиба в кисти То есть вы можете спокойно взять гриф И начать на нем играть Вот Когда вы играете вот в такой постановке То эта рука у вас Если вы еще и гриф к полу сделали То у вас просто есть риск того, что вы будете вот так играть Такая постановка, она достаточно зажатая У вас просто в этом месте будет напряг в кисти Поэтому такой постановкой нужно тоже уметь играть Сейчас я к ней подойду Пока поговорим про эту постановку Значит, смотрите То есть вот мы сделаем такой момент Чтобы гриф у нас Примерно вот кончик грифа У нас с вами был где-то на уровне глаз То есть все примерно То есть у каждого человека на самом деле свое Потому что у меня спина вот такая У кого-то голова начнется вот отсюда И кому-то кто-то скажет Чтобы мне сделать гриф Мне надо его вот так поднять Правильно? А кому-то наоборот У кого-то голова уже вот здесь заканчивается Поэтому ему надо вот здесь гриф поднять Поэтому все на самом деле Все, скажем Пускай это будет угол где-то примерно Ну плюс-минус 45 градусов То есть это будет для вас самое оптимальное, когда у вас гитара в таком положении Итак, сделали, поставили гитару, вот она у нас стоит Теперь, это рука, правая, мы ее положили вот в это место У каждой гитары, ну не у каждой, например, есть гитары Гибсона Или, например, у акустики здесь нет такого среза, как здесь Вот он плавненький такой, вот он, видите его, вот он уходит Вот здесь мы сюда кладем руку Сейчас посмотрю, все ли слышно Так, на всякий случай я буду изредка Так Так, ага, все, все слышно, все понятно, да? Так, хорошо, значит, смотрите Вот мы поставили правую руку сюда, запястьем Дальше, кончиками пальцев Сейчас подробно об медиаторе тоже поговорим Сейчас пока именно об постановке правой руки сделаем Значит, вот мы поставили, руку слегка опустили То есть никаких пока кулаков не делаем То есть вот мы просто опустили Теперь, значит, вот у нас пока здесь вот так вот условно Пока сжали в кулак То есть мы сейчас будем это все распрямлять Но пока просто в детали мы сейчас не углубляемся И именно углубляемся просто сами вот прямые линии Просто как, какими линиями куда зажимать Не зажимать, прошу прощения, а ставить руки Значит, вот мы здесь поставили руку Плечо сделаем с вами Обязательно опустим, расслабим Здесь вообще все должно быть расслаблено Так, сделали Теперь эта рука у нас с вами Пока мы ее поставим сюда Просто, просто спокойно обхватим Но, пожалуйста, обхватите так инструмент Чтобы у вас кисть Вот здесь вот Не появлялся большой палец Сейчас мы это не будем делать Вот, то есть локоть тоже не поднимаем То есть у нас все с вами вот в таком положении Далее, значит, смотрите Пока левая рука у нас здесь стоит Все, пока забудем про нее Идем теперь к правой руке Значит, правая рука Теперь поточнее о медиаторе Всегда вечный вопрос о том, как медиатор держится Значит, медиатор Мы держим его двумя пальчиками Кончиками пальцев Вот этими Значит, смотрите После этого семинара После мастер-класса Я скину на эту страничку То есть я завершу трансляцию Скину на эту страницу ссылку Где вы сможете скачать подробный урок О том, как держать правильно медиатор Но опять-таки же я повторюсь Все под каждого человека условно Есть стандартные правила Которые я сейчас вам буду показывать Далее у каждого человека Просто своя длина пальцев Правильно? То есть палец может расти Вот не так, как у меня А вот по-другому как-то И уже кому-то, может быть, это и не подойдет Поэтому, исходя из того Что если смотреть Каких-то мастеров именитых Стив Вай, Грег Хофф Джо Сатриан Ну и так далее То есть это можно болтать Безумно у них Вот Они держат медиатор все Каждый по-своему Но в каждом из них Есть одинаковый Одинаковый хват медиатора Вот То есть это как раз О нем мы сейчас и поговорим Значит, смотрите Медиатор Кладем его Вытягиваем большой пальчик На него кладем медиатор Вот я положил его Так Сейчас давайте я Поближе, чтобы было вам видно Медиатор мы с вами ставим на большой палец Вот сюда я его поставил Указательным пальчиком Прижал Вот здесь Вот Прижал Видно, да? Теперь смотрите, что мы дальше делаем Это еще не все Это не хват медиатора Можно и так играть Но теперь ваша задача То есть все очень просто Все, как вы сами знаете Все гениально просто Значит, этот медиатор мы поставили сюда Большая часть его лежит на пальце Указательным пальчиком прижали В принципе, с одной стороны Можно попробовать это что-то сыграть Но дальше Каждый гитарист Здесь вот именно происходит Самое мельчайшее движение Когда каждый человек подстраивает его Немножечко под себя Чтобы ему было удобно Как понять, что вы правильно это все сделали? Ну, во-первых Смотрите Во-первых, вам необходимо сделать такое упражнение Упражнение достаточно простое Вы взяли медиатор И попробовали фаланги просто сделать вот так Вот у вас происходит что Это упражнение следует играть, например, когда вы разминаете пальцы Это очень удобно То есть, допустим, вы не привыкли играть с медиатором вообще То есть вы хотите начать им играть То есть вы взяли его в руку И начали просто это движение делать Постоянно То есть у вас, например, можете включить метроном О нем мы позже поговорим И под метроном как раз играть его То есть, например, на щелчок метронома У вас получается Там Сюда идем Пам 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 И, соответственно, себе делаете темп Либо, если у вас уже вы Например, начинаете играть Это У вас уже большой темп И у вас метроном уже Та-та-та-та-та-та-та Стучит уже То, скажем, на один удар метронома Вы делаете вот таких два движения Раз Два То есть получается щелчок метронома. И так далее. И начинаете как можно скорее усиливать. Но смотрите, здесь можно сделать вот что еще. Вот такое движение. Нам надо именно до конца его сделать. Вот мы его до конца делаем. Показываю так и так, потому что здесь идет запись. Здесь идет трансляция, здесь идет запись. После мастер-класса можно будет эту запись просто себе скачать. Только я ее немножечко порежу. Я думаю, что в этой записи я уберу музыкальную композицию. Потому что это все-таки не концерт, а именно как мастер-класс. Чтобы вам именно сама информация, сама суть была. Так, значит, здесь мы с вами разобрались по поводу упражнения. Теперь вернемся к инструменту и попробуем с вами на инструменте это все попробовать. Значит, поставили руку. Здесь мы с вами попробовали. Можно также сыграть именно таким же способом. Это челнок. В свое время мне мой педагог показывал, как играть челноком. Значит, теперь этот способ игры мы с вами сделаем на струну. И смотрите, что важно. Попробуем играть только пальцами. Значит, у нас кисть вообще не двигается. То есть представьте, что все заморожено у вас. И только отморожены два пальца. Не от слова «отмороженое», что ну плохо, а ну ладно, отставим это. Значит, вот у нас. Двумя пальчиками мы пробуем играть. Каждую струну попробую поиграть. Эта игра, в принципе, помогает играть на одной струне. То есть когда нужно, требуется экономия энергии в кисти, в правой руке. Вот, то очень помогает. Вот. То есть именно таким способом это можно. То есть здесь экономия, достаточно такая экономное движение медиатора идет. Поэтому можем им обойтись. Теперь дальше, смотрите. Очень важный момент. Есть музыканты-домбристы, которые играют локтем. Локтевой способ игры. То есть мы зажимаем крепко-крепко медиатор. Медиатор они уже держат немножко по-другому. То есть они уже его не держат не так. То есть я как-то в свое время взял домброва у домбриста и попробовал играть как гитарист. Надо мной прям ребята стали смеяться. Но зато когда он взял гитару, они встали гитаристы смеяться. Такая обратная связь получилась. Вот. Значит, смотрите. Берем гитару и теперь попробуем сыграть с вами кистью. Вот. То же самое. То есть у нас нужно все на ощущениях понимать. Как вам понять, что вы правильно играете. Давайте сначала разберемся вот в чем. Вытянем руку и попробуем рукой потрясти вот так. Вниз, вверх, вниз, вверх. Только быстро. Просто как будто вы прям вот быстро-быстро-быстро-быстро сделали это. Вот мы сделали. И вот это ощущение, которое у вас сейчас здесь находится. Вот оно у вас. Вот с этим ощущением, по сути дела, вы и должны играть. То есть вот мы вытянули руку и стали трясти. Вот. Теперь смотрите. То же самое мы можем проделать давно известным всем способом. Взять карандаш на бумажке, быстро-быстро начеркать. Но именно черкать не локтем, не вот так вот мы черкаем. Вот. А именно кистью попробовать. Именно попробовать начеркать что-то кистью. У вас будет это вот ощущение такой тряски внутри. Вот здесь вот. Вот. То же самое ощущение у нас получается и при игре медиатором. Когда мы с вами играем на первой струне, или там на второй, или на третьей, без разницы. Когда. То есть либо при игре каких-то гамм. То есть вот это ощущение, вот это вот такой легкой мандража такого, легкой дрожи у нас присутствует в кисти. Итак, значит смотрите. Здесь мы с вами сделали по поводу медиатора. Теперь третий способ игры это локтевой. Локтевым способом, в принципе, я видел несколько гитаристов, которые играют достаточно именитые звезды в электрогитаре. Вот. Но скажу так, что не очень экономичная игра в плане энергии. То есть если, например, вы играете какие-то длинные-длинные пьесы, там, то есть какие-нибудь себе полеты шмеля, где нужно именно вот эти вот технические вот эти вот моменты, то вы очень сильно сразу же устанете. То есть представьте, что вам надо в течение пяти минут играть. Во-первых, сам звук. Послушайте, я сыграю сначала, когда мрист, вот таким способом. Вот. По сути дела, ну, быстро, да, но такая очень жестокая агрессия такая получается в звуке. Согласна? Вот. Здесь, например, мы с вами играем что дальше? То же самое, только, например, кистевой способ. Здесь я просто не успею в темпе сыграть вот так кистью. То есть это, в принципе, очень хорошо, когда мы играем аккомпанемент. Например, там, фанково. У нас вот постоянно работает кисть. Вот. А когда мы играем теперь, смотрите, быстрый пассажа, то есть теперь, внимание, как задорно, наберите в легкий воздух. Ладно. Значит, смотрите, здесь мы делаем что? Играем и фалангами, и кистью. Вот. То есть у нас идет одновременное движение. То есть мелкая моторика пальцев, но только уже пальчики у нас работают не в таком формате, то есть они не сгибаются на все 100%, вот так, как мы делаем это при упражнении. А здесь мы с вами делаем именно мелко-мелко-мелко-мелко, вот эта механика такая идет. Вот. И плюс еще добавляем движение кисти. Вот. И пробуем это играть. Вот. Это что касается постановки правой руки. Надеюсь, это вам понятно, и вы попробуйте эту информацию для себя взять и применить ее для себя. Так же, если кому-то непонятно, или кто-то хочет, например, получить больше знаний или каких-то упражнений, то я провожу уроки в скайпе. Поэтому можете после семинара записаться ко мне на занятия и попробовать с вами позаниматься. Так, поехали дальше. Теперь левая рука. С левой рукой, значит, она у нас в таком положении здесь была, помним, да? Теперь с правой рукой мы уже все. Пока ничего не будем делать. Теперь левая рука. Значит, смотрите, очень важный момент в левой руке имеет постановка. Для чего? Вообще, для чего вот это все нужно? Постановка, правильный звук. Для того, чтобы вы могли постепенно подниматься к вершине. К вершине мастерства. Потому что, смотрите, если вы будете бегать на одной ноге, мысль уже, я думаю, что некоторые уловили, что вы будете быстро бегать на одной ноге, да, прыгать. То есть вы прыгаете, прыгаете, прыгаете. В принципе, да, действительно, вы можете быстрее всех попрыгать. Но любой человек, который правильно ходит на двух ногах, он вас, в принципе, обгонит. Согласны? Или, например, скажем, ходьба. По сути дела, если правильно человеку не показать, что надо бежать, надо отрываться от земли, а он скажет, да нет, я научился так, я не могу отрываться, потому что вот так, я считаю, что так надо правильно играть. Я так умею, мне так нравится. Но, тем не менее, человек, который будет бежать правильно, отрываясь от земли, он его, в принципе, перегонит. Но это ладно, это, в принципе, всем все понятно по этому поводу. Двигаемся дальше. Значит, смотрите. Поэтому очень важную роль влияет в инструменте постановка его. С правой рукой мы разобрались, теперь с левой. Значит, большой палец левой руки мы с вами убираем за гриф. И здесь некоторые сказали, как это так? Да, действительно так, потому что, когда мы убираем у левой руки большой пальчик сюда, то у нас тем самым мы... Смотрите, что у нас происходит. Когда мы играем так, у нас пальцы зажаты, то есть мы не можем двигаться. То есть, смотрите, я здесь палец держу, а здесь у меня получается, что мизинчик я не могу дальше четвертого лада еле-еле, то есть прям никак не получается. Почему? Да потому что большой палец мешает нам. Стоит нам только его убрать за гриф, то у нас сразу же освобождается пространство для нашей растяжки. То есть мы можем, в принципе, спокойно растягивать пальцы. Поэтому большой пальчик убираем за гриф. Дальше. Далее. Сама кисть. Если мы вот так ладони с вами сделаем и все пальчики поднимем кверху, то, соответственно, у нас и появится правильная постановка. То эту всю кисть мы с вами возьмем и поставим на гриф. Оп! Вот у нас получилось что. То есть было так, вытянули пальцы, поставили, зажали, то есть прям раз и прижали. Теперь, далее, все, у нас здесь мы поставили. Теперь давайте попробуем вот что сделать. Каждый пальчик зажмет свой лад. Ну, соответственно, первый палец зажмет первый лад, второй палец зажмет второй лад, ну и так далее. Вот. А теперь смотрите. Вот у нас что получилось. Вот такая фигура. Теперь что важно в этой фигуре? Важно не сделать вот такого движения. То есть, чтобы у вас вот эта часть ладони, она не дотронулась до грифа. А почему? А потому что, когда вы так делаете, то у вас вот в этом месте, вот эта фаланга, она у вас начинает болеть. То есть, и, соответственно, нет растяжки. То есть, это равносильно тому, что вы взяли гриф вот так. То есть, вы взялись вот так, но у вас часть ладони, вот эта, которая около первого пальца находится, она у вас дотрегивается до грифа. Соответственно, то же самое постановка, когда вы палец так делаете. Поэтому и палец, и этот палец, они у нас должны быть вот в таком формате. Чтобы здесь у нас было расстояние. Вот, например, чтобы палец мог здесь нормально пройти. Вот, но опять-таки же, это для первой струны. Для второй струны у нас будет чуть-чуть меньше это расстояние. Для третьей еще меньше, для четвертой еще меньше. Для пятой, для шестой. То есть, здесь уже, в принципе, у нас ничего не зайдет. То есть, и даже, даже если будет притрагиваться эта часть ладони, когда вы будете играть шестую струну, ничего страшного в этом нет. Лишь бы только у вас не было вот здесь такого движения, чтобы у вас вот пальцы вот так вот не работали. Вот, чтобы у вас вот постановка была. Итак, мы поставили с вами правую руку и левую руку. Поставили. Теперь попробуем соединить обе руки и поиграть. Но перед тем, как играть, давайте разберемся сначала, как играть правой рукой. Так. Значит, поставили медиатор. По отношению к струне это будет у нас следующим образом. Значит, смотрите. У нас получается, мы сделали медиатор. Вот у нас ваша постановка. Значит, теперь угол самого медиатора у нас с вами идет... То есть, смотрите, перпендикулярно ставим медиатор по отношению к корпусу. И теперь слегка, слегка, как ключик, поворачиваем чуть-чуть градусов на 10, а то и на 5. Прям чуть-чуть. Смотрите, не сделайте ошибку и не поверните его слишком, слишком много. Иначе просто у вас будет звук такой, как пилеж, прям х-х-х-х. Будет вот. Вот это, слышите? Это нам не надо. То есть, нам надо слегка только вот медиатор. Поставили, повернули. Теперь, далее, смотрите, что важно при игре к медиаторам. Важно сделать вот эту линию чистоты, я ее называю. Вот она идет у нас от большого пальца, проходит по запястью, идет на пиццикатную линию и уходит на мизинец. Вот это все линия чистоты. Что это такая за мифическая линия чистоты? Прямо это, можно даже эту песню какую-нибудь назвать. Вот, значит, смотрите, мы ставим эту линию сюда, то есть, где у вас выходят струны. Вот, то место, где у вас на электрогитаре выходят струны, даже если и на акустике, здесь у вас тоже получается такая же вещь. То есть, вот она у нас. Вот это вот. Порожек, первый порожек, то есть, вот у нас. Для тех, кто, например, у кого нет электрогитары, то есть, ну, вот на акустике. Кстати, на акустике я сегодня тоже буду играть пьесы, испанские и латиноамериканские. Парочку сыграем. Вот. Вы ставите как раз вот это вот место, ладони, вот сюда, на порожек. Вот он у вас. Вот. Из-за этого у вас струны, вот что будет. То есть, звонкость пропадает в струну. Вот. А если мы убираем ее, то у нас, конечно, получается звонкий звук. Вот. Но нам, сейчас мы не об этом. Это прием пицциката, когда мы слегка приглушиваем струны. Вот. Значит, смотрите. Вот мы поставили с вами сюда руку. Теперь мизинец. Мизинчик у нас будет выполнять роль такой, как рычага, такого небольшого. То есть, мы как будто бы опираемся на него. Но здесь не привязывайтесь к словам о том, что опираемся. Мы не совсем опираемся. Мы чуть-чуть прикасаемся мизинцем к корпусу гитары. То есть, вот мы поставили руку сюда, прикоснулись слегка пальцем к корпусу гитары. Теперь далее. У нас вот эти все пальчики, линия чистоты наша, она у нас сейчас как раз будет служить нам заглушкой для ненужных нам, для ненужных грязи. Значит, вот мы поставили это все дело. Теперь далее. Вот мы играем с вами. Вот. Я играю, смотрите, у меня идет пицциката. То есть, есть пицциката, я заглушил. То есть, я руку поставил вот сюда, в это место. Вот. Но здесь, смотрите, тоже, здесь такой момент, что если вы сдвинете руку сюда, у вас уже будет другой звук. То есть, у вас равносильнее тому, что вы зажмете бары где-нибудь вот здесь. Вот. Вот. Значит, здесь мы с вами сделали этот ход. Поставили медиатор на струну и сыграли приблушенный сначала звук. Теперь не приблушенный. Вот. Для тех, ребят, у кого гитара с Флойд Роузом, не буду удаваться в подробности, если вы не знаете, что это такое, значит у вас, скорее всего, этого нет. Вот. Это где рычаг, у нас машинка, и в ту, и в другую сторону работает. Вот. То здесь постарайтесь это пицциката не сильно давить сюда, иначе... Иначе... То есть, когда вы начинаете давить рукой, то у вас получается, что просто нота будет меняться. Так. Значит, поставили. Сыграли теперь нотку чистую. Вот. Ваша задача, теперь смотрите, что сделать. Поиграть по четыре ноты переменный штрих. То есть, вниз, вверх, вниз, вверх. И самому себя спросить, насколько чистый был звук в плане громкости ударов по отношению удара вниз, по отношению к удару вверх. То есть, вниз удар должен быть такой же, как удар вверх. И вверх должен быть таким же, как вверх. Ой, наоборот, как вниз. То есть, не должно быть такого та-та-та-та-та-та. Или, например, ту-та-ту-та. Должно быть пам-пам-пам-пам. Абсолютно два одинаковых удара. Это равносильно тому, что вы играете просто вниз. Или просто вверх. Вот. Значит, смотрите дальше, что мы делаем. Теперь ваша задача такая, с помощью этой линии частоты, мы же не просто так ее тут придумали, сыграть все шесть струн и сделать это так, чтобы у нас было вот что. Что я сейчас показывал? Я показывал то, что я вот этим кончиком пальца, вот этой стороной, я начинаю глушить предыдущие струны. То есть, у меня, например, я делаю, шестая струна у меня идет. Если я ее не заглушу, получится вот что. И вот этот хор и струн получается. Поэтому, тем более, если у нас гитара там играется более тяжелая. И уже в процессе получается каша, кашеобразный ход уже. Уже нет такой четкости. Поэтому очень важно, когда вы переходите на другую струну, это не важно даже, если вы играете либо гамму там, либо еще что-то. Вот. То есть, либо какие-то упражнения, то вы, тем не менее, все равно начинаете держать предыдущие звуки. Вот. Это понятно, так? Итак, значит, смотрите, после того, как мы с вами сыграли здесь, поставили здесь, попробовали сыграть правой рукой, попробуем теперь две руки соединить, чтобы они у нас вместе работали. Итак, ставим руку, наша постановка на каждый пальчик. Итак, сейчас одну секунду я проверю, все ли в порядке на всякий случай. Так, в принципе, все, все тут нормально, я смотрю. Просто я... Так, и одну секундочку, я сейчас попробую сделать так, чтобы у меня... Прорывался. Одну секунду, прошу прощения, чтобы мне было видно, когда что-то там происходит. Так, блокировка. Так, все готово. Так, я здесь. Итак, теперь попробуем с вами эти руки, две руки, соединить вместе. Ставим здесь, ставим здесь. Обратите внимание на то, как мы с вами будем играть. Значит, будем играть переменный штрих. То есть, вниз-вверх, вниз-вверх. То есть, каждый палец у нас, каждый палец идет, играет своим ударом. Значит, смотрим. Мы играем здесь линия частоты, помните, что это такое. А теперь пробуем это играть. Значит, у нас получается удар вниз на первый палец. И попробуем послушать эту ноту, чтобы не было такого. Смотрите. И все, и ноты нет. То есть, это, в принципе, считается ошибкой. Ошибка звукоизлечения. Нота должна у вас звучать. Вот она летит. Все, она полетела, полетела, полетела. У нее есть своя жизнь. И все, она исчезла, растворилась. Так, кстати, и наша жизнь, как пар, появляющийся на время и исчезающий. Так, значит, мы сыграли вниз. Потом, смотрите, что важно дальше сделать. Чисто технический момент. Для того, чтобы у вас получалась чистая и аккуратная игра, вам необходимо сделать вот такой прием. Для начала, в медленном темпе. Это будет так. Сыграли один звук. Теперь, смотрите, последовательно. Поставили медиатор на струну. Ударом вверх приготовили мы его. То есть, вот мы прислонились. Прислонились к струне. То есть, мы не просто вот так его сделали, а раз. А давайте сначала сделаем вот что. Такое движение. Прислонились. То есть, вот у нас звук пошел. Ударом вниз. Теперь удар вверх мы приготовили. Оп. Все. Медиатор прислонили к струне. Тем самым у нас звука больше нет. И теперь я сыграл. Поставил звука нет. В тишину я поставил палец второй сюда на второй лад. И сыграл удар вверх. Все. Дальше. Поставил, приготовил медиатор на удар вниз. Поставил его сюда. Здесь безымянный пальчик. Сыграл. Поставил на третий лад. И теперь здесь сыграл третий лад. Дальше. Приготовил медиатор. Удар вверх. Поставил мизинец. И сыграл удар вверх. Вот. У нас получилось с вами четыре ноты. Вот. Такая вот, как у робота. Такая задача. Впоследствии, конечно же, не надо этого делать. То есть, медиатор должен как можно меньше по струне работать. То есть, он проходит ее раз, раз, раз. Но когда вы играете в медленном темпе, это обязательно нужно сделать. Для того, чтобы не было у вас вот такого. Каких-то вот таких вот лишних моментов. Поэтому это очень важно. И теперь смотрите. У нас родилось первое упражнение. Оно самое основное. В принципе, если вы будете его играть достаточно правильно, то, соответственно, оно у вас будет правильно звучать. Так, далее. Значит, смотрите. С помощью этого упражнения вы должны поставить себе метроном. Сейчас вот он у меня здесь. Готов уже. Ставим метроном. Как работать с метрономом? Мы ставим с вами метроном. Если у вас есть там приложение в телефоне, или можно его метроном онлайн сделать себе ставить, либо механический. Вот это такая стучалка. Значит, как правило, лучше всего ставить себе изначально темп, ну, скажем, 120. Давайте нет, не 120, давайте 100. Обычно всем своим ученикам я даю темп 100. 120 это просто как стандартный темп у метрономов, у всех по умолчанию всегда стоит. Вот мы ставим темп 100. И теперь смотрите. Вот у нас пошли щелчки. Щелчки не идут. А теперь идут. Вот у нас определенный клик идет, стуки. Что это за стуки и как нам теперь заниматься? Потому что очень важно заниматься под метроном, чтобы вы могли за собой проследить, насколько вы качественно занимаетесь, насколько вы быстро поднимаетесь по этой лестнице технической, по музыкальной лестнице. Вот, значит, смотрите. Играем. Значит, нам нужно сделать на один удар, на один удар, метронома, одну ноту. Все просто. То есть нота вниз, нота вверх. Нота вниз, нота вверх. Но старайтесь это сделать так, чтобы у вас на каждый клик была нотка. Это, в принципе, касается тех ребят, которые здесь новенькие. Потому что этот мастер-класс прежде всего для них. Вот. То есть точно так же, например, и вы можете подписаться вот здесь вот. Да, вот здесь вот вверху кнопочка такая, оранжевенькая. Подписаться на рассылку. Я, в принципе, регулярно делаю эти рассылки, когда у меня какие-то мероприятия. И так же буду делать мастер-класс уже для тех ребят, которые уже умеют, все знают, и что-то хочется такого интересненького поиграть. Каких-нибудь там новых фраз. То есть какие-то трюки гитарные. То есть это, в принципе, мы тоже будем все делать. Но сегодня именно у нас такой тематический мастер-класс для тех ребят, которые вот только-только пришли в магазин, выбрали гитару, которые вот сказали, вот мне вот эту. Взяли ее за ручку, так как с чемоданом, и пошли домой. Вот. Пришли домой, открыли, и, собственно, стали извлекать для себя что-то полезное. Итак, значит, смотрите. Вот мы с вами зарядили метроном и стали на него играть. Послушаем, как это будет выглядеть. Я сыграл на каждую нотку, ой, на каждый удар метронома по нотке. Значит, смотрите, что очень важно в этом упражнении сделать правильно. Когда вы ставите эту позицию, то ни в коем случае не делаем вот так. Вот. Почему? Потому что здесь у вас идет лишнее движение в пальцах. То есть вы делаете этот палец, потом у вас идет это движение сюда, потом еще вы этот палец опускаете, потом опять это сюда, это сюда. То есть лишняя просто работа мышц. Она нам не нужна лишняя. То есть нам только нужна экономичная игра. А для этого мы делаем так. Все пальцы у нас остаются на грифе. Вот мы поставили все. Все. Здесь у нас все готово. Для того, чтобы нам двигаться дальше, мы делаем вот что. То есть вот мы приходим с вами мизинчиком. Мизинец пришел. Оп. Все. Я отпустил все остальные пальцы. И пришел в следующий лад. Во второй. То же самое я сыграл на втором ладу. Отпустил первый пальчик. В момент я отпускаю. Тогда, когда мизинец у меня идет. Такая как качелька. Раз. И палец поднимается. То есть получилось. Оп. Поднял. Дальше. Оп. Поднял. Оп. Поднял. Это у нас получается, если... Смотрите. Есть такое понятие, как ритм. Есть, например, у нас четверть, восьмая, шестнадцатая, половинка, целая нота и так далее. Вот. Значит, здесь мы с вами играем это четвертями. Почему? Что это вообще такое? Значит, у нас получается с вами есть понятие такое, как ноты. Значит, вам необходимо понимать, что метроном это у нас четверть. А у нас такт в музыке. Как правило, стандартные такты все состоят из четырех четвертей. Есть, там, конечно, темп вальса, там, раз, два, три, раз, два, три, шесть восьмых, там, раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть и так далее. Но, как правило, стандартный ритм, стандартный размер. У нас 4, это количество четверти. Четверти, это у нас понятие как раз ритма. Значит, смотрите, целая нота, это у нас длится 4 стука метронома, то есть вот она у нас. Вот я ее сыграл. Например, целая нота. Раз, два, три, четыре. Снял. Я сыграл целую ноту. Если мне нужно сыграть половинку, то я сыграю ее так. То есть раз, два и замолчал. Или, например, следующий звук пошел. Например, две половинки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То же самое на метроном. Если я буду играть с половинками, то у меня получается на первый звук, на первый стук, вот, смотрите. Ребятам, которые уже умеют, наверное, скучно, хочется что-нибудь эдакое там. Каких-то таких трюков, но сегодня трюков мало будет. Вот, сразу об этом и говорюсь. Так, значит, смотрите. Значит, здесь мы играем с вами на два удара одну ноту. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Почему важно играть в медленном темпе? Потому что здесь самодисциплина идет. То есть, во-первых, вы учитесь слушать, вот, стуки. То есть раз, два. Вы послушали два стука. Да, действительно, два стука, я послушал. Вот, услышали. И готовите себя к третьему стуку. Раз, сыграли третий стук. И следующий стук, четвертый, у вас просто как прошел. Вот, после того, как вы это сыграли, начинаете играть на каждый стук. Это уже стук у нас получается четверти от слова четыре. То есть четыре стука в одном такте. Получается, у нас метроном стучит по четвертям. Вот, и мы играем каждую четверть вместе с метрономом. У нас получается четыре стука, четыре четверти. А что будет, если мы, вот у нас, смотрите, целая нотка, половинки, две, четверти, четыре. И, соответственно, в каждой четверти две восьмые. Получается, восемь нот у нас. Вот, то есть это будет восьмая, восьмушка. Это значит, в такте, который у нас стучит на четыре, количество нот восемь будет. То есть, соответственно, на каждый стук у нас с вами будет... Сколько нот? Правильно, две ноты. Получается вот что. То есть я сейчас сыграю этот рисунок, дойду до пятого лада. Поехали. Восьмушки. Вот. Значит, это у меня были ноты длительности восьмые. И теперь последнее, что мы сделаем с длительностями, это шестнадцатое. Шестнадцатое от слова шестнадцать. То есть количество в такте их будет шестнадцать. То есть на сколько восьмых было в такте? Восемь. Если мы каждый, каждый восьмой, еще каждую восьмушку, вот мы здесь восемь и здесь восемь, например, да? То есть и каждую восьмушечку мы еще, ой, не то сказал, здесь четыре восьмых и здесь четыре шестнадцатых. Вот. То есть у нас получается здесь четыре и здесь четыре. И если мы каждую восьмушку раздвинем, получится, поделим пополам, получится уже шестнадцать нот. Вот. Значит, смотрите. На один стук метронома нам надо сыграть четыре ноты, то есть сплошная математика. Вот, попробуем это сделать. Получается, для начала, для того, чтобы вам это сделать, вам необходимо это просчитать в голове. Попробуем сначала просто простучать, не играя, а просто простучать в ладоши. Это четверть я стучу. Вот, все. Я к ним привык. Все, я их очень уверенно стучу. Далее. Так, посмотрел в чат, сразу сбился. Теперь стучу восьмую, то есть две нотки, два хлопка на один стук метронома. Вот. И последнее, стучу четыре хлопка на один стук метронома. Получилось у меня, что я проритмовал это все. То же самое я теперь делаю медиатором. Четверти. Восьмые. Стараемся ровно-ровно попадать. Смотрите, какие бывают ошибки у нас сразу же. Остерегу вас от ошибок при игре под метроном. Некоторые из учеников, с которыми мы занимаемся, делают вот так. Почему? Потому что есть задание сыграть две ноты на один стук. Все правильно. То есть они свою задачу выполняют. Но самое важное здесь, эти два удара сделать одинаковые. Подлительность, чтобы было раз-два, раз-два, чтобы не было его раз-два, раз-два. Сердцебиение я это называю. Та-дам, та-дам, та-дам. Вот, значит, смотрим дальше. И последний ход мы делаем шестнадцатыми. Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-тан. Вот, четыре звука я сыграл. В принципе, это самое сложное уже. Поэтому здесь стоит темп 100. Поэтому для того, чтобы вам было проще, вы этот темп опускаете настолько, насколько вы сможете сыграть шестнадцатыми. Но для начала лучше всего попробуйте сыграть, взять темп 100. И в этом темпе 100 попробовать научиться играть просто целую ноту. Учитесь слушать еще стуки, чтобы вам находиться в этом ритме. Также сыграть половинку, четверть и восьмые. Успеете вы еще это все дело. То есть какие-то быстрые пассажи, пока это все придет. Не само правду, но придет, если заниматься правильно. Так, двигаемся дальше. Еще сейчас я для вас сыграю самую знаменитую пьесу. Это Палет Шмеля и композицию из цикла «Времена года» Антонио Вивальди «Времена года». Отключаем микрофон и слушаем композицию. Итак, это были у нас классические композиции из цикла «Времена года» и «Римский Корсаков Палет Шмеля» и «Антонио Вивальди» «Времена года». Так, поехали дальше. Самое важное еще у нас получается, это игра гамма, как ни странно. Гамма, 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 гамма. Кругом одни гаммы. Значит, почему так важно играть гаммы? Ну, во-первых, на гаммах состроятся все упражнения, все композиции, вся музыка. Состоит из каких-то пассажей, которые так или иначе принадлежат каким-то гаммам. Есть гаммы хроматические, есть золотонные, есть полутоновые, есть 7 гамм, например, у нас. Спасибо за аплодисмент. Есть также гаммы, которые нестандартные, то есть пентатоники, которые не из 7 нот. Есть из 6 нот целотонной гаммы. Но мы сегодня возьмем с вами простую гамму, стандартную, то есть самую обыкновенную гамму. Дора ми фасоль оси. Значит, смотрите, мы ее будем с вами играть в обычной аппликаторе, в позиции, в одной позиции. Что значит слово позиция? Смотрите, это значит положение пальцев на грифе. Какой номер позиции? Соответственно, на таком ладу лежит первый палец. Например, допустим, смотрите, первая позиция. Это что значит? Первый пальчик давайте поставим на первый лад. Вот, остальные пальцы по возрастающей идут следом за ним. А теперь давайте сместим каждый палец, все пальцы сместим на полтона выше. Что значит выше? Выше это значит, когда струна у нас поднимается. Вот значит сюда. Потому что если мы поставим гриф вот так, я скажу, давайте выше. Вы подумайте, что выше-то вот туда, да, то есть наверх. А я сделаю так, скажешь, какой-то странный парень сидит и показывает наоборот вниз, а говорит выше. То есть здесь имеется в виду по нотному стану, то есть по нотам, то есть именно когда звук растет. Но я думаю, это понятно. Это несложно понять. Итак, дальше смотрите. Выше делаем руку. На полтона мы сделали. На полтона это значит на один лад, потому что есть у нас клавиши фортепиано, там где белые клавиши. Белые клавиши идут тона, кроме как нот ми и фа и си и до. То есть там расстояние только полтона будет. А здесь у нас каждый лад это полтона. То есть, например, если бы эта нотка была нотка до, давайте на второй стороне как раз эту ноту до у нас, вот, то вот эта нота, нота ре, а между ними нота либо до диез, диез повышение на полтона, либо нота ре бемоль, понижение на полтона. То есть вот эту ноту мы можем с вами назвать либо до диез, либо ре бемоль. Но сейчас речь не об этом. Речь сейчас у нас с вами о том, что мы... Значит, смотрите, дальше поставили позицию, первая позиция, вторая, соответственно, третья, четвертая, пятая, шестая и так далее, по возрастающей, по грифу мы идем. Вот, вот мы сделали с вами, определили, что такое позиция. А теперь смотрите, в четвертой позиции мы с вами будем играть гамму ля-мажор. Это что значит? Мы поставим первый пальчик на четвертый лад, это значит. Второй на пятый, третий на шестой, и мизинчик поставим с вами на седьмой лад. Вот мы поставили все пальцы сюда. И начнем мы с вами играть с шестой струны, с пятого лада. Это и будет нота ля у нас с вами, вот. Вот. И только в минусы, голова на дымажор. Так, значит, смотрите, теперь попробуем с вами сыграть. Запоминаем. На шестой струне мы играем ля-си. Ну, для тех, кто не знает нот, я думаю, что здесь большинство таких, мы не будем сейчас говорить ля-си-до-диез-ре. Будем, я буду называть струну и номер лада. Для тех, кто сейчас сидит за столом, то есть можете, кто умеет быстро печатать, можете напечатать. Кто умеет быстро писать, можете записать. Те, кто это знает, хорошо. Молодцы. Итак, значит, играем. Пока я не смотрю на удары. То есть у меня сейчас пока нет такого момента, что там вниз-вверх-вниз-вверх. Сейчас мы пока отвлекаемся от того, какими ударами играть. Конечно же, правильно нам нужно играть вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх. Но мы сейчас играем с вами так. Удар вниз. Про удары пока забудем. На время. Вот. Играем здесь 5-7 на 6-й струне. Какими пальцами играем? 5-й лад в 4-й позиции. 2-й. А 7-й лад играем мизинцем. Это понятно, да? Вот мы сыграли с вами. Далее играем 5-ю струну. На 5-й струне мы играем лады. 4-й, 5-й, 7-й. Говорю ладами, потому что ноты вы пока не знаете. Вот. Дальше играем. Значит, на 4-й струне и на 3-й играем лады. 4-й, 6-й, 7-й. На 2-й струне играем 5-7. И на 1-й струне играем 4-5. Смотрите. Когда мы играем подобные вещи, помните, мы с вами только что играли сквозное упражнение. Что я говорил? Что все пальчики у нас... Все пальцы у нас не отрываются от грифа. Остаются на грифе. То же самое мы и проделываем здесь с гаммой. То есть вот мы играем с вами. Сыграли. Дальше играем первым пальцем сюда. Видите, все пальцы стоят. Для чего это нужно? Опять-таки же я повторюсь еще раз, и еще раз, и еще раз. Это нужно для того, чтобы у вас звуки были все связаны. Смотрите, давайте приведем такой пример и попробуем не делать так. Попробуем сыграть вот так. Что происходит? Происходит у нас, как будто мы нажимаем на кнопочку, отпустили, все, звука нет, тишина. То есть нам это не надо. Нам нужно так, чтобы у нас этот термин в музыке называется легато. Что такое легато? Связано. Вот мы сыграли. Теперь смотрите, помните, мы также с вами о чем говорили, когда мы играем в медленном темпе. Что мы делаем с медиатором? Мы прижимаем его к струне, тем самым мы линию частоты вспоминаем, да? Поставили медиатор на струну, заглушили звук, все, звука нет. Поставили левой рукой пальчик, поставили. Сыграли удар вверх, звук полетел. Теперь далее. Смотрите, как мы будем переходить со струны на струну. Вот здесь очень важный момент. Так как здесь у вас, если вы не уберете отсюда палец, произойдет вот что. Вот у нас звук, и вдруг другой звук. И получается, что уже два звука у вас звучит. А если у нас будет примочка отключена, то что получится тогда? Получается, получится что? То, что звуки будут у вас вместе давать диссонанс. Нам пока это не надо. Поэтому пальчик отсюда. Мы в этот момент, когда мы приходим, пришли, приготовили медиатор, поставили его на струну, тем самым эту фалангу прислонили к шестой струне. Оп, прислонили ее. Раз, прислонили, все. Теперь далее у нас тишина. Но в медленном темпе она нам и нужна сейчас, потому что мы сейчас стараемся сделать это так, чтобы у нас было прежде всего все чисто. Сыграли, удар вниз. Теперь далее, сыграли. Поставили медиатор, сыграли. Поставили медиатор, поставили палец, сыграли. Получилось. А теперь попробуем это сделать так, чтобы у нас минимальные были вот эти шлитки. Чтобы м-па, м-па, м-па. Вот этого не было. То есть постараемся прийти сюда. Смотрите, обратите внимание, как я играю. То есть звук, он идет легкий, плавно. То есть не нужно играть. Почему так начинают играть? Потому что если вы будете заниматься без звука, то есть на чистом звуке будете играть, то электрогитара, она на чистом звуке, она звучит вот. Достаточно. Но вам сейчас слышно через микрофон такое лязганье. Ну тоже интересно. То есть можно заниматься, чем мне не нравится эта гитара, прежде всего, то, что можно по ночам заниматься. Запереться где-нибудь в туалете, как я раньше делал в детстве. Ну так, относительно в детстве, в 17-18 лет, когда родители спали, запирался и играл. То есть никому не мешал. То есть ни соседям, ни родителям, ни никому-никому. Поэтому, в принципе, это очень так достаточно хороший плюс у этого инструмента. Вот. И также плюс хороший в том, что можно поиграть через многочисленные интересные звуки. Вот. Если останется время, я покажу, как пользоваться дилеем. Вот. И либо оставим это на следующий мастер... Да, оставим это на следующую тему мастер-класс, как пользоваться эффектами. Вот. Точно. Для того, чтобы понять, как ими пользоваться, вам надо подписаться на рассылку сайта. Иначе вы просто пропустите. Потому что, как правило, в новостях я редко даю... Вот. У сайта есть новости. Вот. И я там делаю, если что-то добавляю иногда, там какие-то новости, там или еще что-то. Вот. А новости о мастер-классах, как правило, я не добавляю. То есть это только вот сегодняшнюю новость я сделал и 1 июня. До этого и после этого, опять-таки же, я это не буду делать. Вот. Поэтому мастер-классы, как правило, смотрят только подписчики сайта. Вот там. То есть все инструкции наверху. Итак. Значит, по поводу... Дальше. Играем гамму. Вот. И возвращаемся к тому, какой звук у вас, если вы занимаетесь без звука. Почему у вас будет получаться именно игра такая жесткая? Потому что вам будет казаться, что звука-то нет, и вы будете искусственно его оттуда... А если мы включим звук, как он будет? Вот что получается. Если мы сыграем на звуке качественно, смотрите. Если я выключил звук, как это будет? Да практически никак, практически не слышно. А это и нужно играть. Почему? Самое важное правило, нужно играть от слова... От какого играть у нас? От какого слова идет? От слова игра. Соответственно, мы не можем играть и в поте лица играть. Но если, конечно, мы что-то разучим, что-то быстрое, что-то техничное, сложное, то, конечно же, да, мы будем сидеть уставшие, но это нормально. Но самое важное, чтобы мы научились играть расслабленными руками, чтобы у нас руки не напрягались, чтобы не было такого. Потому что мы не в тренажерный зал приходим сюда. То есть мы приходим именно заниматься музыкой. Чтобы у вас каждый звук, чтобы у соседа, который с вами сидит, ну, в данном случае тут никого нет, но вот у вас, не возникало такого момента, чтобы у вас не было такого ощущения, что вы играете с напрягом, что кто-то играет с напрягом. Потому что если я сыграю вот так... Что вы чувствуете? Как будто тут прям долбёжка. Такой же темп, смотрите, внимание. Ещё раз сыграю так. Запомнили ваше ощущение, да? Что, во-первых, слишком долбит это, то есть очень жёсткая атака. А теперь попробуем сыграть мягкой атакой. То есть очень лёгкий звук идёт. Согласны? Согласны. Ну, может кто-то... Я не согласен с тобой. Может быть, ну, не согласен, не согласен. Ладно. Так, значит, смотрите. Дальше поехали. Гамму мы с вами сыграли. Что важно играть на гамме? Также есть гамма у нас мажорная. Мы пока сегодня не берём гамму минорную. То есть у нас просто мажор мы сыграли. Теперь очень важно эту гамму просмотреть, проиграть её от всех ладок. Гамму мы играем от всех ладов, начиная со второго лада. То есть, допустим, мы играем с вами второй лад вторым пальцем. А теперь смотрите важный момент при игре гаммы. Помните, я с вами говорил о том, что удары, пока мы не берём во внимание удары. Теперь как раз самое то время, когда нам нужно будет эти удары с вами сделать. Почему вот так важно соблюдать удары? Потому что у нас идёт с вами такое механическое движение. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Попробуйте вот в таком темпе сыграть два удара вниз. Честно говоря, ну, если только вы, конечно, не играете там песню группы Металлики, что-нибудь. Вот там все удары вниз идут, но мы сейчас не об этом играем, не об этом говорим. Вот, то есть нам нужно именно сохранить вот эту пульсацию вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Потому что здесь идёт определённый момент, что сильная доля, которая у нас идёт раз. Помните, мы играем под метрономом? У нас в метрономе с вами получается, что каждую четверть мы делили напополам. Что происходит? Восьмушки, восьмые. Так вот, у нас получается, одна восьмая у нас сильная, вторая у нас как слабая будет. И вот эту сильную мы будем играть ударом вниз. Соответственно, слабая восьмая у нас будет удар вверх. И под метроном мы должны сделать то же самое. То есть у нас получается, вниз мы сыграли вопрос, ответ, как будто бы вверх. Дальше опять вопрос, ответ, вопрос, ответ. Либо вниз, вверх, вниз, вверх. Здесь очень часто распространённая ошибка, когда вот мы на такие вещи играем. то получается при переходе на третью струну, нет, при переходе на четвертую струну, мы играем удар вниз. То есть два раза на пятую струну. Смотрите, поясню. Вниз, вверх, вниз, вверх. И, внимание, вниз на пятую струну, мизинец, вниз. И дальше хочется на четвертую струну играть тоже вниз. То есть по ходу как будто медиатор. Это у вас будет ошибка. Есть некоторые ребята, с которыми я занимался по скайпу, они говорили что? А мне так удобно играть. Я спрашиваю, без проблем. А ты можешь уследить за этим? Нет, у меня это на автомате получается. Вот если вы играете это на автомате, это у вас получается ошибка. То есть вы не контролируете свое действие. Вообще любое неконтролируемое действие, то есть на автомате вы играете, это получается неосмысленная игра. Поэтому вам нужно сыграть так, чтобы у вас, ваше действие, оно было осмысленное. Вот. Поэтому, когда мы играем... То есть каждая нотка у нас, получается, она у нас проходит через нашу голову. Иначе никак не получится. Вот. И только после того, как она уже у нас здесь прошла уже идеально, вот уже мы прочувствовали это, мы можем ускоряться и уже играть механически, быстрее, то есть уже в голову не пропуская. То есть уже, когда пианист играет, там сумасшедшие тридцатые, там, например, такие-нибудь там Шопеновские штуки, там, все, в принципе, знают Шопена, Фредерик Шопен. То там у нас получается, что мы эти ноты, они у нас не проходят. То есть мы их играем просто уже технически, механически. А вот для того, чтобы играть ноты механически, нам с вами необходимо их медленно-медленно, в медленном-медленном темпе сыграть правильно. Вот. Итак, значит, смотрите, здесь мы с вами разобрались по поводу гаммы, двигаемся дальше. Перед тем, как двинуться дальше, опять небольшие композиции, но давайте уже сыграю вам на акустической гитаре, как и обещал. Сыграю для вас. Микрофон я не буду отключать, потому что гитара у меня будет сниматься именно микрофонным звуком. Итак, это для вас звучала композиция под названием «Прогулка». The Walk. Итак. Входит из чата, выходит из чата, выходит, входит. Непонятно. Так, ну что ж, дальше двигаемся. Итак, для того, чтобы нам дальше с вами идти, поиграем теперь небольшие упражнения, которые основаны у нас прежде всего на гамме, которую мы с вами сделали. Прошу прощения, сейчас, три секундочки. Итак, для того, чтобы нам с вами двигаться дальше, выкидывает, может быть, выкидывает, но ладно. Так, значит, двигаемся. Смотрите, мы с вами изучили гамму. Что дальше делать? То есть, вот у вас в руках гитара. Ну, самое верное решение, это, конечно же, обратиться к педагогу. Такая небольшая реклама. Ну, а почему бы нет? Да? То есть, раз мой мастер-класс, то есть, что хочу, то и говорю. Ну, в принципе, ну ладно. Самое верное решение, да, это записаться к педагогу и уже под его вниманием, под его руководством начинать постепенно, постепенно двигаться. Самое важное, чтобы вы научились играть под метрономом. Вот это самое важное. Так, значит, смотрите. Очень также важно играть межструнные скачки. Давайте попробуем с вами на примере небольшой зарисовочки это сыграть. Смотрите, предположим, что вы уже немножечко научились играть, скажем, чуть-чуть, то есть вы уже умеете знать, умеете играть сквозное упражнение, немножечко знаете, как медиатор двигается, потом, точно так же вы, например, уже можете играть гамму, так, и у вас уже есть представление о гитаре в целом. Что же дальше делать? Вот, что же, какой следующий шаг у вас? В первую очередь вы должны научиться держать аккомпанемент на гитаре. Вот. Для того, чтобы его научиться держать, то есть здесь очень важно уметь играть пиццикату. Так как, например, электрогитара это в первую очередь у нас инструмент, который играет в рок-группе. Ну, скажем, не в рок-группе, не важно. То есть это может быть и рок-группа, может быть и джаз, и фанк, и все, что угодно, потому что это достаточно такой разнообразный. То есть им можно играть абсолютно любую музыку. Я даже играл как-то, было у меня в практике 10 лет назад, наверное, да, наверное, 10 лет назад. Играл, даже в оркестре приходилось играть. Ну, год я где-то там проработал, потом ушел оттуда, потому что это, ну, работа такая неинтересная, потому что, ну, гитаристу хочется, сами понимаете, петь гитарой там. А там, в оркестре, что мы делаем? Вот такие штуки. Вот. Так. Ой, нет, 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 нет. Так, значит, смотрите. Дальше вам необходимо научиться играть аккомпанемент. Но не такого плана, как я сейчас показал, а немножечко более, скажем... Кстати говоря, этот аккомпанемент, он тоже имеет место на право быть, место на существование. Вот. Но сейчас мы не о нем. То есть мне хотелось бы в первую очередь показать, как мы с вами можем сделать простые аккорды, вот самые простые аккорды. Например, скажем, наверняка, если вы участник марафона, который идет на сайте, на марафоновском, да, то есть есть некоторая публика, которая пришла с марафона, есть также некоторая публика, которая пришла к моей подписчике. То есть у нас сейчас две, два, два класса, то есть из разных источников соединились здесь. Вот. Поэтому смотрите. Мы поиграем вот что. Аккорд АМ. Да более всем известный аккорд. Песни я не буду петь. Вот. Аккорд АМ. Правильно. Следующий ДМ. Ну и по правилам следующий разрешающий аккорд. Шутка. Не Фа мажор, а Ми мажор. И Ля минор. Значит, смотрите. Можно сыграть их как? Можно сыграть вот так. Вот. Соответственно, это, в принципе, тоже, ну, где-то такая игра, бомбардовские песни, то есть здесь уже инструмент, он, это уже не инструмент, это как средство аккомпанемента под голос. То есть здесь уже имеет место голос, то есть как первичность. Вот. А когда у вас уже, то есть вы взяли гитару, вы уже занимаетесь, вы уже хотите показать свое качество, то те же самые аккорды можно сыграть немножко по-другому. То есть можно убрать что-то лишнее, то есть можно ритмику добавить немножко другую. То есть уже можно даже, скажем, сделать звук более такой... Не такой, а... То есть какие-то вещи давать. Немножко гитарка расстроилась, но сейчас суть не об этом. Вот. Поэтому, значит, смотрите, что я предлагаю. Давайте научимся с вами строить простые аккорды. То есть как это делается? В двух словах, чтобы голову вам не засорять, потому что наверняка вы уже по пройденным семинарам, уже вы те, кто публика, которая пришла с марафона, то есть она наверняка уже знает, как это делается. Но тем не менее, два слова об этом скажу. Мы с вами знаем какую гамму? Мажорную, правильно. Поэтому будем говорить о мажорных аккордах. Смотрите. Гамма мы с вами, которую я показывал, она в двух октавах. Грубо говоря, от ноты ЛЯ, потом до ноты ЛЯ и еще раз до ноты ЛЯ. То есть, например, чтобы было понятно в двух словах ДО, РЭМИ, ФАСОЛЬАСИ, ДО. Вот это у нас одна октава. Теперь отсюда, куда нам ДО, РЭМИ, ФАСОЛЬАСИ, ДО, РЭМИ, ФАСОЛЬАСИ, ДО. То есть это у нас получилась уже другая октава. Так вот, для того, чтобы уметь строить аккорды, нам всего лишь нужна одна октава. ДО, РЭМИ, ФАСОЛЬАСИ, ДО. Все. Этого нам вполне достаточно будет. И смотрите, например, у нас есть с вами аккорд С, мы знаем, что С, например, 9, С9. Что это такое? То есть давайте к С9 мы подойдем попозже, то есть сейчас отмотаем назад и представим, простой аккорд. Вот самый простой аккорд, просто С, из чего он состоит? Он состоит всего лишь из трех звуков. Это первая нота в гамме, то есть если у нас аккорд с вами С, соответственно, гамму будем строить по какой гамме? По гамме до мажора. То есть вот у нас гамма до мажор. То есть гамма до мажор мы ее сыграли, и в этой гамме у нас каждая нота имеет свой номер. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. То есть получилось у нас 7 нот, не считая последнюю до, то есть как завершающей. Так вот, теперь смотрите, любой аккорд простой состоит из первой, третьей, пятой ступени. Это, в принципе, знает любой музыкант, но так как мы с вами здесь не музыканты, ну, в смысле публика. Ну, кто-то может быть музыкант, кто-то может быть не музыкант. Ну, не буду обобщать, то есть кто-то, может быть, этого не знает. Почему такой вопрос сразу скажет, как это так? А я ставлю аккорд, а 6 струн звучит, а всего лишь 3 звука. Ну, что такое ты говоришь? Не, на самом деле это так, то есть просто другие звуки, они просто повторяют этот же звук. Например, здесь может быть 2 звука до, или 2 звука ми, или 2 звука соль. Вот, просто по гамме мы с вами возьмем, у нас получается первая, третья, пятая нота в гамме до мажоре. Если аккорд до мажор, значит по гамме до мажор. Если аккорд д, ре мажор, значит по гамме ре мажор. Просто мы эту гамму берем и сдвигаем туда, куда нам надо. И сейчас смотрите, вот мы сдвинули ее на до мажор, играем первый звук, вот он у нас. Дальше, второй звук, не играем, он нам не нужен. Третий, до ми, потом. Вот у нас, раз, два, три, четыре, пять. Вот, у нас получилось с вами 3 звука. 3 звучия, соответственно, да, 3 звучия. Вот, кстати, да, не 3 звучия, а 3 звучия с буквой Е. Вот, значит, смотрите, теперь, если мы будем с вами знать расположение нот на грифе, соответственно, вам в 10 раз будет проще это сделать. Поэтому нужно выучить ноты на гитаре. Большинство из вас их уже знает, а большинство из вас, кто-то их не знает. То есть, поэтому это нужно сделать. Значит, смотрите, и 3 звука мы с вами берем и здесь просто ставим. То есть, у нас первая струна ми, она входит в состав нашего до, ми, соль. У нас всего лишь сейчас будет аккорд до, ми, соль. Все, другого не будет. Нотка ми у нас входит в состав до, до мажора. Соответственно, вот она у нас все идет. Дальше у нас нота, вторая струна, нота какая? Нота си. Ми, си, соль, ре, ля, ми у нас в другой гитаре идет. Вторая струна нота си, поэтому она не входит. Нота си, она никак не входит в состав до мажора. Поэтому что-то надо с ней делать. Давайте попробуем ее у нас зажать на первом ладу. Что-то изменится? Мы зажали на первом ладу, появилась нота до Потому что вторая струна на первом ладу это нота до Соответственно, да, значит мы поставим с вами ноту до И по такому принципу мы с вами ставим полностью все струны, все шесть струн И если мы это проделаем, у нас как раз получится вот такая форма С Привычная для вас Так вот, теперь вернемся к тому разговору украшения аккордов Значит, простые аккорды мы с вами поиграли Это не так сложно, но в принципе есть свои трудности Например, есть, скажем, такой момент, когда не умеют играть ритм Скажем, есть такой ритм, когда мы начинаем зажимать гитару И делается, например, просто А может сыграть так То есть именно под стук такой идет Но об этом сегодня я не буду говорить К сожалению, да? Вот, ну ладно Так, об этом, если кого-то заинтересовал какой-то нюанс Соответственно, вы можете в индивидуальном порядке записаться на уроки по скайпу Вот здесь И просто начать заниматься В принципе, на этой страничке, вот если вы на нее нажмете Ссылка ниже, синим фоном выделена Там даже есть примеры уроков То, как они проходят То есть там, прямо на этой странице, примеры онлайн-уроков Можете посмотреть С некоторыми ребятами я просто это выложил То есть они были не против Сказали, что да, можно, пожалуйста Вот, значит, смотрите Дальше Акомпанемент у нас, когда мы с вами играем То есть должен быть В первую очередь вы не должны слишком быстро заглушать Вот, то есть вот не торопиться То есть каждый ваш вот этот стук Должен математически укладываться в метроном Помните, мы с вами, если отмотаем этот сегодняшний наш семинар Мастер-класс назад То у нас мы делали метроном С вами играли Поэтому вот каждая заглушка Сейчас, прошу прощения, гитара расстроилась окончательно Немножечко ее надо подстроить Потому что очень жарко Балкон закрыт, чтобы не было посторонних шумов Очень удобная вещь тюнер Сразу же все видно Что настроено, что не настроено Ой, не поднажал Так, все Вот, то есть мы делаем, например То есть простой ритм Обратите внимание, что ничего сложного я не делаю Но звучит интересно Что я такого особенного делаю То есть вот именно как-то получается, что интересно То есть еще бы Ну я не битбоксер, никогда им не был Поэтому это не буду губами шлепать, чтобы смешно не было Вот, значит, для того, чтобы у вас получалась именно четкость Вы должны правой рукой работать под метроном То есть, например, выработать сначала, включить его И сделать первую долю акцента Точнее, не первую долю, а каждый удар метронома У вас должен быть акцент Например, на заглушенных струнах это будет понятнее больше всего Вот, мы заглушили струны Кстати, тут кто-то даже написал Глушение струн Трезвучие от слова трезвость Вот, вот мы сыграли Потом, например, когда вы ставите аккорд Делайте теперь то же самое на аккорд Но происходит именно каша вот эта Как теперь мы будем справляться с ней? Вот с этой кашей мы будем сделать с вами что? Лидние частоты и помним? Вспоминаем? То есть мы ставим как раз вот эту часть пицциката То есть нужно теперь научиться с помощью пицциката Вот мы поставили кисть сюда И играем Вот, с пиццикатом Теперь, если мы будем То есть происходит что? Именно кач Вот это Вот, в первую очередь нужно научиться играть рома Только после этого можно работать Начиная с какими-то ритмическими интересными рисунками До того, как вы не понимаете Что такое метроном Как по нему играть Увы, не получится красиво это сделать То есть не получится каких-то То есть никак Вот эта песня Интересная Так, ну ладно Хорошо, значит смотрите Дальше сделаем что? Сейчас я опять сыграю на электрогитаре Для вас небольшой выступленица То есть так как у нас время осталось немножко И оставшееся время я посвящу это время Небольшому такому концертному блоку Вот минут 20 Вот Потом уже вас ждет следующий спикер Сегодняшнего марафона Итак, значит Что хочу в заключении сказать Заниматься в первую очередь Нужно в удовольствие То есть так, чтобы вам от этого Было легко и комфортно На душе Чтобы не было такого Что вот опять надо сейчас заниматься Вот И в первую очередь Нужно заниматься правильно То есть если вы начинаете заниматься Скажем, какими-то вещами Которые для вас пока сложны Например, какие-нибудь вещи Которые вы замахиваетесь На сложные композиции То просто вы можете Не то что там Испортить что-то Или еще что-то А просто у вас будет Такой момент, что Вы вещи-то сыграете Но, к сожалению Звучать они у вас не будут Так, чтобы вот Ну, красиво было То есть можно сыграть звук вот так Сейчас Да А можно уже в процессе Сыграть это И так далее И так далее То есть какие-то такие вещи То есть сам звук То есть сначала нужно формировать свой собственный звук Ну, не обязательно собственный То есть Ну, естественно, собственный Чей же он еще будет Но я имею в виду Не то, что там Не похоже на кого-то На других Он у вас никогда не будет На чей-то звук похожий Потому что это вы Не нужно говорить Что вот Там, допустим Когда я какие-то вещи сочиняю Там, скажем Первый альбом Второй Сейчас работаю на третьем альбоме То есть даже сыграю вам Одну штучку оттуда То есть, скажем Эта композиция Я пока название ей не придумал Можете даже, кстати Посоветовать Как ее назвать Вот Но пока для нее нет Акомпанемента То есть она пока В голове крутится Вот такой вот момент Получается КОНЕЦ Ну и следующий кусок Пошел там Вот Ну, в общем, ладно Итак, значит В первую очередь Старайтесь заниматься правильно Под метроном Играя пошагово Для себя Какие-то упражнения Композиция И с каждым разом Все двигайтесь Двигайтесь К своей заветной мечте Уметь Играть на инструменте Если вам понравилось Этот урок Соответственно Вы можете В индивидуальном порядке Продолжить заниматься На гитаре По скайпу Или же Если вы живете В Нижнем Новгороде То вы также можете Приезжать и заниматься Но Разницы особые В принципе Сейчас уже На сегодняшний день Разница уже Как таковой нет Единственное Что я не могу Дотронуться До вас И поставить руку Но, кстати говоря В Америке Вообще нельзя Дотрагиваться до учеников Будет считаться Что это сексуальное Домогательство Вот То есть недавно Такой факт Для себя открыл Просто с одним Из штатов Он говорит У нас Вот так Никак нельзя Поэтому То есть что по скайпу Что не по скайпу То есть без разницы Так, ну что ж Значит на сегодня Все Сейчас я для вас Буду играть Небольшой блог Концертный Вот И кому-то Если интересно Обязательно подписывайтесь На рассылку сайта Для того Чтобы быть в курсе Следующего мастер-класса Об этом будут знать Исключительно Только подписчики Моего сайта И никто другой То есть В новостях Как правило Я об этом не публикую Итак Подписывайтесь на рассылку Записывайтесь на урок И до встречи С вами был Николай Соколов И сейчас Для вас будет просто Играться Музыкальный блог Пока